Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос «Ценит ли Бог человеческую жизнь?» Да, это вопрос своеобразный. В Священном Писании Ветхого Завета мы видим случаи, когда наказание массовое. Ну, всемирный потоп. Кроме одной семьи все погибли. Содом и Гамора. Кроме четырех человек все погибли. Да из этих четырех еще одна не выжила. Войны, уничтожаются маликитяне, уничтожается семь хананейских племен и так далее. Нередко это смущает человека современного. Потому что для нас сейчас главное индивидуализм. Античный мир, он в первую очередь ставит именно коллективную ответственность, коллективную вину или коллективную добродетель и коллективное награждение. И вот это очень часто происходит в те времена. А Бог говорит с людьми на уровне их общественного сознания. И когда общественное сознание было именно таковым, то Господь именно так очень часто и поступал. И велел даже именно так поступать. Иисус Христос, ничего не отменяя, привносит новые нюансы и какие-то пронзительные такие мысли в тот ветхий и древний закон. Вот что касается этого вопроса, Христос говорит, если человек и весь мир приобретет, а душе своей повредит, то какой он даст выкуп? Что толку? Ну представьте себе весь мир. Даже сказочные цари обещали своим любимцам, проси хоть полцарства дам, но не все. А здесь весь мир, но душе своей повредит. Здесь Иисус Христос, Учитель из Назарета, Божий Сын, Он говорит нам о бесконечной ценности одной человеческой души. Весь мир не стоит одной человеческой души. Но в каком смысле, если душе своей повредит? Это очень важно. Потому что современный либеральный индивидуализм, он порадуется этим словам Христа. Вот видите, как важна личность. А поэтому вот я хочу, и весь мир не стоит того, чтобы ограничить мне мое желание. Если даже это желание греховное, порочное, а может быть вообще даже мерзкое. И это сейчас проявляется, и очень сильно проявляется в европейском сознании. Если душе своей повредит, а что вредит душе? Душе не вредит ничего, кроме греха. Все остальное душе повредить не может. Телу может быть, скажем, повредить сквозняк. Желудку может повредить некачественная пища. А душе может повредить только грех. И вот тут Господь показывает с одной стороны бесконечную ценность одной человеческой души, а с другой стороны говорит, что именно в ней ценно. То есть не сама по себе жизнь, а святость. Поэтому христиане, особенно ранние христиане, легко отдавали жизнь по причине, что их пытались лишить святости. Есть, кстати, другая идеология. Она, между прочим, даже в некоторых религиях считается нормальной, что жизнь важнее истины. Ты, главное, в душе не отрекайся от истины. Вот. А внешне это сделать легко. Величайший раввин Маймонит в Средневековье Испании, он принимал ислам. И ничего там такого страшного для последователей иудейской веры нету. Вот этого никогда не было в христианстве. Здесь, скорее, вот образ семи мучеников Маковейских. Они легко отдают свою жизнь, хотя их побуждают к малому, в принципе, греху. К нарушению закона Кашрута. А в христианстве это Христос. То есть заради Христа христианин легко отдают свою жизнь. Ну вот так. Ценит ли Бог человеческую жизнь? Да, Бог есть Бог жизни, животворящий. И Дух Святой – это Дух животворящий. Бог сотворил жизнь. Бог вдохнул в человека дыхание жизни. И стал человек душою живою, но дальше по образу и подобию Божию. А мы душою живой и точка. Вот главное, что вот душа живая. Главное, что по образу и подобию Божьему. И вот такая жизнь, которая по образу и подобию Божию, она бесконечно ценна. А жизнь, которая без образа и подобия Божия, она в конечном счете самоуничтожается. По принципу рубишь сук, на котором сидишь. Лишая себя образа и подобия Божия, ты лишаешь себя дыхания Божия, а душой живой ты стал в силу дыхания Божьего. Вот и все. Таким образом, Бог очень ценит человеческую жизнь, ценит одну индивидуальную жизнь. Но смысл этой ценности – это отражение Господа, отражение Бога в этой жизни. Спасибо всех, Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok